В 37-й беседе на Деянии Святых Апостолов Святитель Иоанн Златоуст говорит о взаимном согласии и мире В теле нашем есть согласие, потому что между членами его нет надменности А нет надменности, потому что все члены по необходимости имеют нужду один в другом Голова имеет нужду в ногах, а ноги в голове И между нами Бог устроил то же самое Но несмотря на то, что мы не хотим быть в согласии Хотя и без этого следовало бы иметь любовь между собой Не слышите ли, как и внешние осуждают нас, когда говорят Дружба полезна Миряне имеют нужду в нас, а мы существуем для них Так не было бы ни учителя, ни начальника, если бы не было учащихся и подчиненных И не являли бы они дел своих, потому что не могли бы Как земля имеет нужду земледельцы и земледелец в земле, так и здесь Какое воздаяние получит учитель, если он не может показать наученных им Какое и учащиеся, если они не пользовались добрым учением Таким образом мы равно имеем нужду друг в друге, начальники, в подчиненных, настоятель, в послушниках Ибо начальники существуют для других многих Никто ни в каком деле не может ограничиться самим собою Нужно ли будет рукополагать или давать советы и мнения Но получают такую честь в собрании многих Даже бедные имеют нужду в подающих, а подающие в приемлющих Будем внимательны друг к другу, говорит апостол Поощряя любовь и добрым делам Евреям 10 глава 24 стих Посему много может общение с церковью И кто не может сделать чего-либо сам собою, то сделает вместе с другими Посему-то здесь особенно совершаются потребные молитвы о всем мире О церкви, о всех ее пределах, о благосостоянии, о находящихся в опасностях И апостол Павел выражает это, когда говорит Чтобы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас 2 Коринфянам 1 глава 11 стих То есть, чтобы воздана была благодарность многим И часто он и спрашивает себе молитвы Посмотри, что и Бог говорит о неневитянах Мне ли не пожалеть неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек Иона 4 глава 11 стих Где двое или трое, говорит Христос, собраны во имя мое Там я посреди них Матфея 18-20 Если же двое могут сделать многое То не тем ли более многие Положим, что ты и один не имеешь силу Но не столько, как с другими И почему ты один? Почему не собираешь многих? Почему не делаешься виновником любви? Почему не устраиваешь дружбы? Ты лишаешься величайшей славы добродетели Ибо как зло, сделанное по согласию с другими, более скамляет Бога Так и добро, сделанное по согласию с другими, более приятно Ему Не следуй, говорит Писание, за большинством на зло Исхода 23 глава 2 стих Все уклонились, все сделались равны непотребными Псалом 13-3 стих Сделались подобными ликующим в злобе своей Позаботься приобрести себе друзей, прежде домашних своих Прежде всего прочего Если миротворец, есть Сын Божий, Матфея 5-9 То не тем ли более приобретающий друзей Если только примиряющийся, называется Сыном Божиим То примиряющихся, делающий друзьями, чего не удостоится Будем совершать эту куплю Враждующих между собой и делать друзьями Соединять тех, которые не враги, не друзья между собой А прежде всех нас самих Ибо как тот, кто допустил вражду в своем доме И живет не в согласии со своей женой Не будет иметь доверия Когда станет примирять других Но услышит слово Врачу исцелить себя Лука 4-23 Так точно и мы услышим здесь Какая же вражда у нас Вражда души с телом Порока с добродетелью Прекратим эту вражду Уничтожим брань Тогда и других будем вразумлять с миром И с великим дерзновением Без упреков совести Гнев противится кротости Любостяжание противится презрению богатства Зависть противится доброжелательству Прекратим эту брань Не изложим этих врагов Поставим эти трофеи Устроим мир в нашем городе Ибо у нас есть свой город И управление граждане и множество пришельцев И сгоним пришельцев Чтобы не развратились наши граждане Да не входит к нам никакое чуждое И нездравое учение Никакое плоское мудрование Если заметим какой-нибудь помысл Враждебный нам Но прикрывающийся одеждой гражданина Придадим его начальнику уму Много у нас таких помыслов Враждебных по существу своему Но прикрывающихся Кожею овчию Господу нашему слава Продолжение следует... Аминь